всем привет пока у нас там бураки подсыхают это все еще тот же день мы хотим запустить автоклав почитали мы инструкцию желательно в первый раз не запускать его полным вот так он выглядит кастрюлька добренькая вот такая вот крышечка уже еще баночки принесла ну как мы мясо заряжали мы не будем показывать там рецепт у каждого там свой по-своему может заряжать ну мы просто саму готовку покажем так что сейчас я накладываю баночек этот автоклав заливается банки водой так что складываю заливаю и при вас уже тогда закрываю и будем запускать так заложили мы 10 банок как бы на каждый ряд 8 банок здесь на 24 банки по инструкции первый раз запускать просится с пару банками но мы же не можем с пару банками запустить вот мы решили сразу 10 я нас поставил первый ряд 7 банок и сверху три банки теперь надо это все залить водой на два сантиметра над последней банкой над верхними банками точнее не знаю я потом закрывается плотно крышка и надо будет накачивать насосом давление что внутри создалась один бар с одной стороны это даже прикольно мы накачаем и если что проверим мало ли где-то что-то пропускает и тогда уже зажгем кстати я сначала прежде чем пришел автоклав купил вот такую плиточку я надеюсь на камеру ее видно немножко с размерами не рассчитал под нее надо хорошая большая плитка да так снова на муж кружку какую чтоб аккуратно наливать воду туда или ты сразу статика хочешь только не разлей чтобы банки не смело там потому что они там очень так скользко стоят ну вот я зато и думал блин чтоб они не всплыли либо когда всплыть они же не должны ну вот я зато и пипец и пипец и пипец Первый раз, честно сказать, стрёмно даже. Вот она. Ого. Значит, ещё надо. Всё-таки он полный на 30 литров. А у нас больше, считай, половины высоты. Ну, да. Ещё столько же. Ой. Тут у нас мы собрали мясо всё с морозилки. Там свинина, баранина, всякого мяса. Там ещё, по-моему, даже козлятина есть. Я думаю, что перчик всё сгладит. Вот. Ну, это уже будете кто, если вдруг готовить сам, тот по своему вкусу будет готовить. Мне самое интересное, заснять запуск, если что-то случится. Контент приедет. Ну, стрёмный контент, честно сказать. Ну, в принципе, ну, все же готовят. Почему бы и нам не начать готовить? Потому что, я говорю, на будущее этот автоклав мне больше рассчитан, я брал для зимы, когда мы будем езжить в Эстонию, рыбачить, и будем рыбку в нём делать. И будем подписчиков угощать. Кто будет, если вдруг в гости опять приедет, будем угощать своей рыбкой, своего приготовления. Что-то, что банки куда-то поплыло. Ну, не знаю. Но я бы даже на ныжу не верю. Ладно, поправняю. У меня вот этот не побился. Да, побиться-то не должно. Опять мало? Да ёлки-палки! Не, ничего не поплыло. Поплыли! Ну, какая игрушка! А чего они всплыли? Ну, потому что нету этого. Ну, блин, ну там же мы смотрели, что по инструкции они не всплывали. Короче, косяк. Сейчас будем переделывать. Банки начали всплывать из-за того, что, скорее всего, мясо неплотно наложили. Мало мяса, и из-за этого они начали всплывать. Потому что я даже видел, сейчас смотрел видео, пересматривал, там мясо трамбовалось, банки. Ну, а мы просто наложили и наложили. Сейчас будем, наверное, переделывать. Первый косяк. Так, получился у нас один ряд баночек. Банки начали всплывать, потому что неполные мы две банки разбили на остальные банки. Подтрамбовали мясо. Ну, сверху зазор оставили, просто мясо уплотнили. Сейчас затягиваем крышку. Затягиваем крест-накрест. Сначала пройдем руками, а потом есть в комплекте специальный ключик. Сначала думал, для чего это в комплекте. Оказалось, это для барашек. Сюда ключик такой, оп, на барашку одевается. Натягиваем крест-накрест. Вот так. Пять. Сюда. 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 Блин, конечно, это лучше делать на полу, но потом мне просто не хочется вверх поднимать. Продолжение следует... Я еще раз контрольно пройду еще раз все по кругу. Вот ровно один балл. Так, тут мы накачали, а я думаю крышечку тогда можно тут лучше не закручивать. Так, этот краник закрываем. Ну и заодно сейчас послушаем, посмотрим спускает, где не спускает. Что-то, кажется, где-то шипит. Или это мухи летают? Давление вроде не падает. Зажигаем как-то. А как ее поджечь? Блин, все равно приподнимать придется. Все, зажгли газ. Вот у нас тут накачан один бар. Здесь... Сколько тут? 18, наверное, градусов пока. Все, тут краник перекрытый. Ждем. Ждем, когда будет 110 градусов. Как по инструкции здесь должно быть 4 атмосферы. Держаться тогда. При 110 градусах 4 атмосферы. Ну, ждем, когда нагреется 100 градусов, тогда включимся. Ну, либо, когда что-то произойдет, тоже включимся. И тоже вот сейчас интересно. Засек время, за сколько вот этот ряд прогреется до 110 градусов. Сейчас время 2 было... Точнее, когда зажгли газ, было 2... 2.30 дня. Вот. И вот уже больше 20 градусов. Прошло не так много времени. Сейчас. А, телефон на улице остался. Но уже чувствую, что он тепленький. Вот само время. Интересно, за сколько доберется до 110. И потом там надо 40 минут и готово. Посмотрим. Так. Пройден маленький этап. Уже у нас 80 градусов. На датчике уже 2 бара. Прошло полтора часа. Честно сказать, под него надо плиточку побольше. Мы так с бухты-барахты купили. Еще не был... Автоклав пришел. Мы заранее купили. А она оказалась маленькая. Ну, очень малый огонь. Это стоит на всю. Надо плиточку такую помощнее под него. Ну, греет, греет, как-то греет. Только что по времени это будет долго. Но, наверное, на будущее посмотрим плитку такую побольше, чтобы с большой комфортом было. Ну, ждем дальше. Когда дойдет до 110, уже 80. Ну, все еще сижу, караулю. У нас уже здесь 85 где-то градусов. Там чуть больше 2 бар. Ждем. Ну, пойдемте посмотрим, что творит жена. Я боюсь отойти от него. Я за ним присматриваю. Как в первый раз. Вот такой вырос красавчик. Да? Байкал. Красавчик. Ого. Ты красавчик. А что у нас тут происходит? Мамочка, я б тебе помог. Да, нет, господи, я вам фильм включила. Можно все очистить. Вот, С3 я первую кучку уже почти добил. Ну, почти. Плюс я еще листья им хорошие отбираю. Ну, так надо все отбирать, да. Ну, да. В общем, гуля, тишина. Никто не приходит работать. Влагодать. В смысле, никто не приходит работать. Ну, никто не дудит. Вот, Марта, вот. Она б уже тут за час мне так голову выдала. Марта, надо маме помочь. Папе помогай, папе. Ну, папе помогать, рядом сидеть, просто смотреть. Хорошо. Изменена. Уже 85 градусов. Две с чем-то атмосферы. Я такие тоже оставляю. Ну, конечно, конечно. Что они? Что они, несъедобные? Ну, что у нас тут уже собралось? Филипо. Хорошая тачечка. Очень хорошая тачечка. Объемная. Угу. Для таких вещей. Правда, Марта? Ладно. Пойдем мы дальше наблюдать. Угу. 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 Ну, первую кучку практически можно скидать за раз. Ну, да. Угу. Ну, круто, круто. Я думаю, с двух кучек ковшик наберется. Угу. 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 Кстати, как я смотрел в интернете, вот этот кусок продается. Как бы его купить? Угу. Угу. ここ. Угу. 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 почку продать мне почка да наверно так дорого не стоит надо себя на органы распродать идем и дальше наблюдать прошло два часа уже 95 градусов чуть больше двух с половиной атмосфер но надо догнать до 110 и на 110 удерживать 40 минут говорю но плиточка очень маленькая как я уже пожалел что я ее купил с большей конфоркой с большим огнем поэтому и долго догнали до 110 вот ровненько только вот тут конечно по бумажке написано что должно быть 4 бара но у нас 3 и 2 огонь мы чуть-чуть под уменьшили сейчас буду наблюдать чтобы не росло больше температура будут тогда еще уменьшать огонь так первый раз как-то стремновато ну вроде бы все идет по плану сейчас засек время 40 минут можно выключать ну мы немножко может подольше потому что там и баранина есть все же она дольше готовится скорее всего подольше поддержим 50 или 45 минут короче поднялась температура у нас сейчас было 1715 значит до 1800 будем точно держать и наблюдать и наблюдать ну все вроде температура не растет все 110 и стоит супер теперь ждем прошло уже 20 минут с огнем я четко попал так и стоит 110 градусов и давление стоит 32 так что 20 минут полет нормальный все четко а что у нас тут творится на огороде уже женушка уже вторую кучу перебирает ну у нас там 20 минут полет нормальный я еще там смотрю не с огнем сразу в первый раз и четко попал все так держится что у тебя осталось еще три кучки ну я думаю что почти это кучкой будет ковшик пол 2 ковша я так и говорил где-то будет надеюсь но я не то понесем клеенки накрывать я думал вместе будем ну и и блин я боюсь эту оставить я ж не перенесу плитку сюда ну да через полчаса уже стемнеет там уже банька готова заканчиваем молодец работа идет может хватит им на сегодня ну вижу потому что баранчиков надо убирать ну муж да завтра заедем дожди еще ниже ладно пошел я досматривать ну все выключили теперь ждем когда отстынет скорее всего попробуем мы уже только завтра очень медленно отстывает потому что открывать надо когда будет ниже 30 градусов так что будем ждать ну на камеру я уже пробовать не буду как и не готовил на камеру так что приготовление на этой плиточке заняло 4 часа вот потому что очень долго грелась но было очень удобно выставить и держала температуру так что вот такие дела завтра уже будем заниматься бураками дальше ну а на сегодня все всем добрый день и сегодня я уже чищу бураки скоро придет джонушка вчера автоклав закончил свою работу я дождался когда он отстыл ну честно сказать тушенка с баранины и козлятины такая своевременный такой вкус конечно лучше делать тогда со свинины ну или вот мне нравится еще из говядины тушенка ну вкусно конечно но есть свои вкусы сейчас следующее что я хотел бы это наловить рыбы и попробовать сделать рыбный рыбный консерв ну только чтобы панк вот но вещь хорошая не ничуть не жалею что его купил классная штука конечно как первый раз было стремновато его запускать но как по итогу оказалось ничего там страшного нет сегодня у нас прохладненько сегодня ветер очень так уж по сравнению со вчерашним днем прохладно пришлось уже и свитерок одеть дополнительный уже шапочку зимнюю так что прохладненько становится постепенно но сегодня надо с бураками закончить жена тут только полторы кучки вчера сделала одна сейчас придет мы вдвоем я думаю это все дело перечистим есть еще в планах завтра завтра заехать в на ночную рыбалку с марисом ну а там уже как получится будем придерживаться этому плану может как раз поймаем рыбки чтобы запустить автоклав сделать уже рыбные консервы но вещь дельная очень мне понравилась ой это еще все в погреб стягать надо будет ну я так и думал где-то получится два ковша бураков но это нормально нормально не сказать что мало ну не сказать что много два ковша стабильнее плюс сейчас вот ботва еще овечкам на подкормку идут витаминки резанул так резанул красавчик не знаю красавчик или нет так но это Субтитры делал DimaTorzok Мы такие совсем маленькие брать не будем Просто их хорошенько счищаем от земли, песка И кидаем сразу в бату Овцы сразу и съедят Сегодня еще в планах заехать на наш дальний хлеб Ну тут, где я делал кормушку И вставить окошко там Втеплить, вставить Потому что со дня на день будем сортировать парашков И уже туда повезем Я смотрю Огромное спасибо, что заходят видео все с дома Поэтому сейчас постараюсь Побольше, почаще выкладывать видосы Как из дома И постоянно нахожусь Так и видосы длиннее выходят Получаются Так что мне очень приятно Что вы обращаете внимание Смотрите Пишите комментарии Огромное вам всем спасибо Конечно, хотелось бы куда-нибудь что-нибудь заехать Вам показать Но 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 надо дома поработать Надо все дела подбить Сейчас пока Надо убрать бураки Один хлеб там подделать Потом Тут хлеб восстановить надо Старый Стадо у нас растет Так что Работы дома тоже хватает Ну вот я уже и с помощником Сразу дело пошло вдвоем Конечно Вчера не пошло Ну Вчера Видишь Как шла Барсик Иди красавчик Покажись Ты не рассказывал про Барсик? Нет Вот Кот Рыбак Кссссссссссссссссссссс Ну Да Ничего На улице оставил бы. Переезжать надо. А бураки, наверное, в ботву надо будет стекать к этой кормушке. В кормушку лучше сюда ложить. Ну, нет, а лучше пускай так, как бушеря в кормушке останется, а потом лучше. Не останется, бураки уж точно. Ну, только да, единственное, в кормушке они все не влезут сейчас поесть. А кто-то переешет и потом начнет поноситься. Так? Хорошо, да. Да. Ну, все равно в кормушке с вашей кормушке не хватает. Ну, нормально. Ну, возможно, может скоро перепошу. Кого? Ну, вроде, вроде. Угу. Ну, пока не так важно. Как бы мягче, но не важно. А, все. Ну, я беру, где я хоть чеснок под луком перекапываю. Да, первых пять сантиметров это важно, все. А дальше лопата уже нам длина. Эти к колонне должны. Убивают, убивают. 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 Черт. Убивают. Закончим. Убуд turbo закончен целый. Чего эту кучку ты пихоешь? Давай, заканчивай будет. Кофе тает. Ну, если после каждой кофе таять, ну до вечера, а нам еще три кружки кофе, после последней кучки пить не обязательно. Я успею, я покончу ее. Работаю у нас пока. Времени пока. Ну да, вот единственное, блин, надо начинать фонарики закупать на голову и еще и ночью работать. Ну, я точно считаю, в 7 часов уже все, уже неприятно. И холодно, и темно. А, блин, еще потом надо будет, да, готовить. Лекарствами не дается. Да, ну, да. Все. Видишь, кучка готова. Еще три. Да, 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 да. Ну, я говорю, я вчера, мне одна кучка вот так вот это написала. А ты что, эти черные листики не убираешь? Убираешь? Смотри, какие у меня чистенькие, вот все гнилые. Молодец. Ну, что ты какой халтер? Да ты и время тратишь. Халтершик. Жует. Выберу. А так вкусно, за три, чистенькую. Чистенькую, вкусно. А я еще маленькие бурочки такие просто обчищаю и не могу туда же. Даже будем хрум-хрум, вкусняшка. Ох, беспанцирные бомжики. Что так? Ну, так, надо перегнать. Ну, приведется, нет? Сейчас, Марки, приведем. Давай, 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 давай! Удар! Походу. Очень, очень... Программа that over здесь. Пограмма. Программа. Если же, положение És Game찾. Ударяйки. Или, мне нужно помcs! Н jobья, viele, по-value. Ударяйки, 1976- � toteum. Про gerne. Пограмма. Продолжение следует... Уговорил жену все-таки сходить попить кофе, и заодно съезжил, высыпал все-таки ковшик, из-за того, что уже эта кучка бы не залезла в него. Ну и чтобы не отрываться, сейчас навалимся эту кучку, следующую, те уже там поменьшие, да и бураки мелкие, я думаю, уже эти три кучки смело залезут в один ковшик. А может и нет. Ну посмотрим. Но факт тот, что это бы уже кучка точно не залезла, поэтому решили сразу освободить, чтобы потом работать без отрыва. Максик, пойдем пить кофе. Пойдем. Ты молока, мы кофе. Пойдем. Барашки. Вот вам пайки будет. Идем, Максик. Идем. Что-то он стесняется камеры. Такой маленький, а понимает и стесняется. Да, Максик? Даже не разговаривает. Вот и второй ковшик бурочков. Только закончили, уже темнеет, сумерки. Два ковшика вышло. Уже совсем темно. Надеюсь, меня видно там. Но камера немножко осветляет, если есть какой-то свет для глаза, уже темновато. Так, уже, ну, сумерки такие. Вот. Но камера может и осветлить. Сонька немножко осветляет. Если есть какой-то поток света, она немножко осветляет видео. Вот. Закончили мы с бураками. Победа. Осталось сейчас я заведу трактор. Отвезу их к погребу. Кучки с ботвой. Я думаю, надо будет завтра собрать. И сложить их возле кормушки, уличной кормушки овец. И накрыть какой-нибудь пленкой, чтобы они, во-первых, от солнца сильно не вяли. И, ну, чтобы и роса не попадало сильно на них. Но это уже завтра, не сегодня. Завтра я отправлюсь на курсы. Надо категорию кочегара подтвердить. Потому что у нас каждый год это делается. Вот. Ну и завтра начнем новое видео. А на сегодня все. Всем пока. Всем добра и счастья. Удачи и здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok